приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 10 августа поговорим о том что обязательно нужно сделать в этот день также что нельзя делать в этот день а также с вами поговорим о ритуалах и практиках которые помогут вам привлечь деньги изобилия и достаток вашу жизнь все далее более подробно по народному календарю 10 августа отмечается про хоров день а вот православная церковь почитает память семи апостолов выбранных из учеников иисуса христа один из них прохор сопровождал апостола петра затем был спутником и учеником иоанна богослова написал божие откровения о конечных судьбах мира исповедовал христианскую веру язычникам за что и принял мученическую смерть 10 августа люди ходили в храм чтоб помолиться святым апостолам а еще прославляли кузнецов незаменимых в любой местности мастеров древности верили что кузнецы обладает сверхъестественными способностями поэтому к ней во все времена относились с особым почтением она руси не было мощнее оберега от нечистой силы чем остро наточный топор или серп также в этот день 10 августа чувствуется смоленская икона божьей матери один из главных церковных праздников на руси по народным приметам торговля в прохоров день шла особенно плохо считалось что купленная 10 августа долго не прослужит еще в этот день сельчане начинали копать картошечку собирали груши и яблоки выкапывали и луковицы тюльпана для хранения бабушки и дедушки с внуками отправлялись в лес по грибы в лес шли с хорошим обязательно настроением чтобы вернуться домой с полной корзиной если 10 августа утром туман по воде стелился то это означало только что будет хорошая погодой погода если вверх поднимается то это к дождю дождь без ветра к затяжному ненастью утром много раз и значит день будет солнечным облака в небе высоко плывут к сухой и ясной погоде по народным поверьям 10 августа обязательно нужно было съесть грушу что способствовало укреплению нервной системы и повышала настроение если вы не можете принять решение в этот день то съешьте грушу это поможет вам сделать верный выбор также люди верили чтобы у ребенка были хорошие способности к обучению надо над его кроваткой подвесить веточку с грушевого дерева народе считалось что 10 августа это один из самых неудачных для свадьбы дней также наши предки обязательно 10 августа прохоров день готовили блюда из картофеля какие душе угодно ранее в этот день крестьяне обычно собирали урожай груш копали картошку и обязательно тюльпаны именно луковицы тюльпанов также 10 августа обязательно чествовали кузнецов также сельские жители отправлялись в храм чтобы помолиться святым апостолам также обращаем ваше внимание что если вы на данный момент не можете принять какое-то решение вы не знаете вы находитесь на распуте то именно в этот день 10 августа в наши предки советовали съесть грушу и тогда решение обязательно придет во сне поэтому обязательно 10 августа купите грушу обязательно в спокойной обстановке задайте себе вопросы или попросите высших сил о помощи и скушайте грушу после этого во сне обязательно придет вам ответ ну а главный запрет друзья этого дня это был запрет на перемены если вы не хотите испортить ход своей жизни откажитесь в этот день от любых глобальных изменений особенно это касается покупок вещей недвижимости и каких-либо серьезных сделок их лучше от на отложить на более позднее время также в этот день категорически запрещено заниматься торговлей иначе ваши деньги могут быстро исчезнуть а продавец рискует сильно продешевить также в этот день ни в коем случае нельзя девушкам было заниматься рукоделием не послушались значит в личной жизни могут появиться проблемы также 10 августа нельзя ни в коем случае ругаться и сплетничать также обращаем ваше внимание обсуждение чужих за слуху в этот день приведет к тому что ваши именно ваши достижения к сожалению могут испариться а вот 3 треснутое зеркало в этот день трогать ни в коем случае не стоит тем более нельзя смотреть на свое отражение в треснутом зеркале могут прийти проблемы и недопонимания в семейную жизнь также 10 августа без азина наши предки ходили в лес за ягодами считаю что для удачного сбора ягод нужно было первый собранный стакан отдать чужому человеку что гарантировало полные корзинки в дальнейшем а вот найденные ягодные места должны были обязательно держаться в секрете если в этот день о них вы кому-то рассказывали то могли их потерять навсегда говорили что таким образом леший дорожку запутывал народные приметы на 10 августа утверждали что грибники также должны были держать язык за зубами по поводу обнаружены грибных мест при этом лучше если по грибы ходили дети и старки если собирать ягод отправлялись женщина не обязательно должны были быть здоровыми в хорошем настроении иначе наши предки считали что удачи не будет считалось что в этот день день про хоро и пармен и не стоило затевать какие-либо обмены они обязательно закончатся неудачей или обманом народные приметы на 10 августа утверждали что в этот день нельзя было не только занимать деньги но и также их отдавать и на смоленскую обязательно убирали груши при этом занимались этим только мужчины и дети полагалось что плоды в этот день обретали необыкновенное свойство если возникала какая-то проблема нужно было не спеша съесть фрукт и ее решение находилась обязательно как правило это было во сне также друзья 10 августа был удачным для пересадки цветов и заготовок на зиму а вот люди которые разделись 10 августа получаются мастерами на все руки и по дереву могут работать и в кузнечном ремесле достичь высокого мастерства 10 августа в день прохора обычно читали определенные слова проводили обряды ритуалы от злых людей это могли быть родственники соседи или просто прохожие которые сказали что-то плохое именно в этот день 10 августа проводился ритуал от злой свекрови для этого невестка должна была купить новый платок после постирать его обязательно в святой воде после просушить и сказать такие слова в голове твои мысли черные во рту слова грязные ты платок мой на день уйдет все плохое за день будешь со мной дружить ласково со мной говорить будем жить душа в душу не наплюешь более мне в душу и вот этот заговоренный платочек нужно было подарить обязательно свекрови важно чтобы она его обязательно дело на голову пусть и даже на короткий срок а также в этот день вы можете провести и обряд с авторучкой что это значит если ваша работа связана с бумагами и вам часто приходится использовать ручку авторучку с чернильную то вы именно такую ручку можете сделать своим рабочим талисманом заговорить ее с помощью особых слов и так эти слова читаются следующим образом ручки этой служите мне правда и верой с ручкой это мне дружить жить и не тужить письма вместе писать и задачи решать в ручке сколько чернил сколько и у меня сил ручкой этой писать и писать а мне нужную работу отыскать чтобы деньги мне платили халили ценили было чтоб не скучно было чтоб сподручно как сказала так и стала да будет так далее возьмите белую нитку и обвяжите ею заговоренную ручку далее поместить ручку к себе в карман и на протяжении всего рабочего дня держите там не вытаскивайте никому из коллег по работе не показываете в своей работе используйте только эту ручку весь месяц после произнесенных слов и положительные изменения в карьере последуют друзья очень скоро также в этот день вы можете провести ритуал на воду для привлечения денег и так вам нужно приготовить водичку и сказать на нее следующие слова воду водицу могучую стихию заколдовываю заговариваю на успех и на удачу божьего раба или божьей рабы называете свое имя чтобы в гор ушло все что не начала чтобы выгоду приносила все что не сделала мое слово замок мое слово закон аминь и считается эти слова один раз после нужно умыться этой водичкой и также вы можете сначала набрать водичку в небольшой например какую-то емкость а потом читать на нее заветные слова вот друзья такой у нас с вами день 10 августа по народным приметам с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь наш канал зато ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важно а прямо сейчас на экране друзья увидите два прямоугольника это следующий рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите это много ценное важное и интересное для вас информации друзья всех вам благ услышимся с вами следующим видео